Запущены 10 котельных, к ним подключены 20 школ, 14 детских садов. В Ульяновской области стартовал отопительный сезон. На аппаратном совещании обозначили сроки, когда тепло появится в жилом фонде и в остальных объектах социальной сферы. Определили 25 сентября как конечный срок, когда должны быть системы все готовы и поставлены на циркуляцию. 28 числа прогнозная дата начала пуска тепла централизованных систем отопления во все социальные объекты. Жилищный фонд при температуре ниже 8 градусов в течение пяти суток. Обсудили вопросы расчистки реки Свияга и пруда Красотка. Последний был практически уничтожен после порыва карт накопления Борды. К его реабилитации приступят в этом году. Проработан вопрос в рамках КЧС. Мы предлагаем на сегодняшний день вынести данный вопрос на предмет выделения 5 миллионов рублей, чтобы уже в текущем году мы приступили к продавительственным работам. Мы прекрасно понимаем, что их нужно начинать именно в зимний период по реабилитации пруда. И дальше уже, соответственно, бюджет тот, который будет доведен в 2021 году. Мы уже, соответственно, приступим продолжать, скажем так, начнем продолжать эту работу. 2020 год в Ульяновской области можно считать началом перезагрузки работы финансового просвещения. 24 июля губернатор Ульяновской области встретился с членами Совета директоров Банка России. На встрече обозначили новый вектор работы. Первое – это создание центра финансовой грамотности, который будет создан на базе Министерства финансов. Это своего рода платформа для аккумулирования координации, в том числе и волонтеров финансового просвещения. Не обошли стороной кадровый вопрос. В Ульяновской области появится должность заместителя руководителя, будь то министра или директора корпорации, который ответит за цифровизацию той или иной сферы. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, репортер 73.